Это программа новостей Сургу-24. В студии для вас работает Юлия Давыдова. Здравствуйте! В начале выпуска коротко о главных темах. Школа жизни для мужчин. В Сургуте отметили день военно-морского флота. Скрининг для всех желающих. Онкологи Сургутской окружной клинической больницы рассказали, что провоцирует опухоль органов шеи и головы. Сургут в пятый раз присоединился к армянскому празднику преображения Вардавар. В Сургуте отметили день военно-морского флота. По традиции его празднуют в последнее воскресенье июля. В 10 утра моряки и их полосатые группы поддержки выстроились у мемориала славы. Послушали поздравительные речи главы города, депутатов, представителей военкомата. Затем минута молчания и возложения цветов. Всего в Сургуте проживают более 4 тысяч человек, прошедших службу в рядах военно-морского флота вооруженных сил России. Со службы у меня прошло 28 лет. Флот это для меня все. Я служил на русском острове. 2,7. 89 год. Вообще прекрасно все было. Отлично. А со флотом у меня, ну что сказать. Флот есть флот. Что там говорить. Одни плюсы, минусов нет. Очень все было хорошо. Это надо увидеть. Северный флот, база Победяева. 38 лет. Вспоминаю прекрасно. Порядок, дисциплина, командование, все как положено. После торжественного митинга моряки, подводники и пехотинцы отправились на неофициальные мероприятия. Это были автопробеги по городу с Андреевским флагом, прогулки по набережной и остановка у памятника воинам интервью. Интернационалистам. Сюрпризом для мариманов стала поддержка главы Сургута Вадима Шувалова, который встал в их ряды, чтобы вместе возложить цветы к памятнику. Всего в торжествах по случаю праздника приняли участие более 300 сургутян. В этом году российский флот отмечает 323-летие со дня основания. «Призов-2.10» в 2010 году служил в 336-й бригаде морской пехоты Балтийского флота. Только добрыми словами вспоминаю и всегда приятные воспоминания. Очень рад, что именно попал во флот, в морскую пехоту. Это школа жизни, мне кажется, для мужчины. Это каждый должен пройти, уважающий себя. У нас с детства, как отец, дед служил, все служили, все братья у меня служили. Один тоже на флот попал, кстати. Вот недавно встречали. Я думаю, это надо. Креативно и доступно. Команда Югры разработала и предложила ряд принципиально новых подходов для реализации продвижения национальных проектов в нашем регионе. Идеи презентовали губернатору Наталье Комаровой на профильной стратегической сессии. Например, по направлению «Демография» участники предложили внедрить в округе технологию «Семейный психолог». Программу тиражировать не только в городах, но и в отдаленных поселениях. Главная ее цель – оперативно решать вопросы семейного неблагополучия, разбирать проблемы, которые возникают у молодых пар. Представители жилья и городской среды предложили максимально привлечь к реализации нацпроекта пользователи интернета, блогеров, интернет-СМИ. По их мнению, власти должны формировать для них такие инфоповоды, которые позволят расширять свою аудиторию. Блогеры вместе с тем смогут рассказать о ходе реализации нацпроектов в Югре тысячам пользователей. Наталья Комарова, в свою очередь, отметила, что сила в знании и напомнила, что важно к реализации национальных проектов привлекать жителей округа. В этой связи хотела бы обратить внимание еще на одну очень важную составляющую – это информационное сопровождение всей этой деятельности. Вот колоссальную роль сейчас, особенно на этом этапе, приобретает вот эта часть нашей работы. Мы должны создать условия для того, чтобы каждый человек имел возможность точку входа в каждый национальный проект. Вот площадку для себя, для себя лично. На стратегической сессии прозвучал целый набор необычных идей по реализации нацпроектов – здравоохранение, безопасные и качественные автомобильные дороги, цифровая экономика, малое и среднее предпринимательство, экология, культура. Новые решения позволят увеличить вовлеченность югорчан всех возрастов в реализацию проектов, помогут понять их смысл, усилят общественный контроль за исполнением приоритетных программ. Добавлю, что в целом в этом году в Югре на реализацию нацпроектов из всех источников финансирования направлен 41 миллиард рублей. Сургут оказался в лидерах очередного федерального рейтинга. Специалисты портала недвижимости «Домофонд» провели необычное исследование и выяснили, в каких городах страны можно приобрести дом за вырученные деньги от продажи квартиры. Мониторинг коснулся 75 населенных пунктов. После реализации «Однушки» площадью до 75 квадратов загородную недвижимость можно приобрести в большинстве муниципалитетов России, в том числе и в Сургуте. При этом в нашем городе денег от продажи однокомнатной квартиры хватит на большой дом в 150 квадратных метров. Таким же результатом может похвастаться только Москва. Полицейские югры подвели итоги деятельности за полгода. Оперативная обстановка в регионе характеризуется как стабильная и контролируемая. Уровень преступности по-прежнему самый низкий в Уральском федеральном округе. Стражи порядка рапортуют о сокращении числа преступлений. При этом снижается и количество тяжких. Стало меньше грабежей, поджогов, фактов применения оружия. Не допущено роста преступности со стороны подростков и ранее судимых граждан. Из незаконного оборота изъято около 63 килограммов наркотиков. Вместе с тем продолжается рост дистанционных мошенничеств и краж денег с банковских счетов. По итогам работы коллеги приняты управленческие решения, которые позволят сохранить тенденцию к снижению уровня преступности в Югре. Чтобы предупредить, онкологи Сургутской окружной клинической больницы провели очередную акцию. 27 июля – Всемирный день борьбы против рака головы и шеи. И в рамках даты врачи устроили скрининг для всех желающих. Эта локализация злокачественных опухолей в Югре распространенной не является, однако быть имеет место. Какие изменения в организме могут насторожить? И что провоцирует онкологию органов шеи и головы? Знает Дарья Давыдова. Дарья Давыдова. Дарья Давыдова. Дарья Давыдова. Согласно статистике, у нас в Сургуте и Сургутском районе состоит по сравнению с другими локализациями небольшое число людей. Не буду говорить цифры, но небольшое. Но проблема состоит в том, что пациенты приходят в запущенных формах. Более 60% случаев – это третья-четвертая стадия заболевания. То есть таким образом пациенты уже лишают себя возможности проведения полноценного лечения, когда можем говорить о том, что опухоль будет излечена полностью. Злокачественные опухоли мозга сюда не входят. Это рак центральной нервной системы. В списке – ротоглотка, носоглотка, гортань, уши, щитовидная железа. Человека могут и должны насторожить нарушение подвижности языка, затруднения при сглатывании, нарушение голоса и его беспричинная осиклость, постоянно заложенные носовые пазухи, нарушение слуха. Как правило, любые язвенные дефекты, инфильтративные дефекты, то есть если есть какая-то патология, которая в течение длительного времени присутствует, то есть, скажем, 3-4 недели у пациента, это уже является поводом для дополнительного дообследования и является фактором риска того, что может быть выявлена злокачественная опухоль. В день открытых дверей онкологи проводят визуальный осмотр тех, кто пришел на прием. Собирают анамнез. В случае подозрений пациента сразу записывают на дообследование. Людей, кстати, приходит много. Только за два часа субботы от ариноларинголог, два терапевта и шесть онкологов приняли почти 50 человек. Вместе с тем почти отсутствуют очереди, в которых люди разных возрастов. Все-таки это остаются люди более старшего возраста, люди в определенной социальной категории, которые злоупотребляют алкоголем, табаком, то есть это все-таки их удел. Но в настоящее время есть и молодые люди, которые также страдают этим заболеванием. То есть так можно сказать, что опухоли головы и шеи, они несколько молодеют. Провоцировать онкологию органов головы и шеи могут как вредные привычки и наследственность, так и вирус папилломы человека. ВПЧ не проявляет себя в организме, но при определенном стечении обстоятельств может сдетонировать. Этот вирус провоцирует не только рак шейки матки у женщин, но и рак гортани. Именно поэтому вакцину от ВПЧ хотят включить национальный календарь прививок и ставить их всем мальчикам и девочкам в возрасте 12-13 лет. Специалисты же призывают население не пренебрегать диспансеризацией. Такими скринингами и акциями вовремя обнаруженную злокачественную опухоль можно вылечить полностью. Следующий день открытых дверей у онкологов консультативно-диагностической поликлиники пройдет уже осенью. Осмотр будут проводить молочных желез. Рак по линии мамологии является одним из самых распространенных. В Югре он входит в первую тройку, поэтому врачи настоятельно рекомендуют не игнорировать обследование. Дарья Давыдова, Денис Зонов, Сургут Интерновости. Сургут в пятый раз отметил Вардавар. Древний армянский праздник за эти годы уже успел полюбиться и представителям других национальностей, проживающих в Сургуте. По традиции в этот день принято обливать друг друга водой и осыпать дам лепестками роз. О том, с какими эмоциями отметили Вардавар и какой сюрприз ждал гостей праздника, расскажет Юлия Плескачева. Поводов для беспокойства нет. Эти ребята просто желают друг другу счастья, добра и благополучия. Такие традиции у армянского народа. Вардавар для них – божественный праздник, который отмечают ровно через 14 недель после Пасхи. Он символизирует преображение Господним. Сам фестиваль стал поистине объединяющим. Торжеством в Сургуте присоединились и представители других национальностей. Наш Сургут с вами, он очень многонациональный. И сегодня мы встречаемся с вашей диаспорой. И не только вы здесь на площади, но и все представители всех наших национальностей Сургута здесь. Я рад, что площадь практически вся заполнена. Что вот это место приобретает новое такое притяжение. И я думаю, что мы многие праздники общегородские принесем сюда. У праздника много обычаев. Так в небо запускали белых голубей, а дамам дарили красные розы. Глава города Вадим Шувалов тоже присоединился к этой традиции. Дождя в этот день не обещали, но бульвар четыре сезона захлестнула вода. Собравшихся гостей поливали пожарные из брандспойтов. Такой сюрприз в этом году организаторы подготовили для гостей. И это не случайно. Праздник известен своим обычаям взаимного обливания водой. Водичка огонь, праздник огонь. Вот прям как раз для такой нашей сургутской погоды. Это для нас замечательный праздник. Это нереальный праздник. И, блин, на эту воду нельзя обижаться. Это очень святой праздник. Это нереально. Это просто эмоции. Организаторы отметили, что были готовы к любым капризам погоды. Но ей не в силах было помешать отметить любимый праздник. К слову, партнером Вардавара в Сургуте стала новая радиостанция «Восток-ФМ». Ее можно услышать, настроив свои приемники на частоту 89,5. Судя по восхищенным визгам, крикам, счастливым лицам, горящим глазам, улыбкам на лицах, я могу сказать, что сюрприз удался. Если будет минус 30, тогда может повлиять. Все, что больше нуля, когда вода не замерзает, если вода не замерзла, это уже праздник состоится. Юлия Плескачева, Сергей Коликов, Сургут Интерновости. Я, конечно, вернусь. На ретро-сцене городского парка культуры и отдыха прошел концерт памяти Владимира Высоцкого. Мероприятие объединило людей, которые любят творчество выдающегося советского поэта, актера и музыканта. Но были и те, кто впервые познакомился с его произведениями. Все подробности у Виктории Алексеевой. Концерт памяти Владимира Высоцкого, советского поэта, актера театра и кино, автора и исполнителя песен в нашем городе не впервые. Идейный вдохновитель – общественник Олег Лошаков. С организацией ему помогли в мэрии, культурном центре порта и городском парке. С ретро-сцены звучали песни и стихи Барда в исполнении почитателей его творчества. Были и те, кто впервые принимал участие в концерте. Исполнить со сцены любимую песню из репертуара Высоцкого мог каждый желающий. В наше время молодежь как бы забывает уже Высоцкого. Да не только Высоцкого. Высоцкий – это, скажем так, ученик Пушкина, Лермонтова. То есть сейчас спроси даже, кто такой Высоцкий, многие не знают совсем его. Нам тоже стало интересно, насколько сургутской молодежи знакомо творчество Владимира Высоцкого. Какие песни знаменитого поэта они знают и помнят. Эти вопросы мы и задали гостям в мероприятии. Про друга, если друг оказался вдруг. Скалолазка моя, скалолазка моя. Парус. Самая моя любимая песня. Никакая я его не слушаю. Про горы. Про горы. Люблю песни его. Спасибо. А так все, все песни очень нравятся. Утренняя зарядка, утренняя гимнастика, бодрая песня. Популярность творчества Владимира Высоцкого была и остается удивительной. Его характеризуют как человека богатой внутренней культуры. Он прекрасно знал родной язык, а в каждой его песне глубокая мысль, тончайший юмор. В творчестве автора каждый ищет для себя что-то своем. О популярности Высоцкого говорит и тот факт, что на концертах его памяти всегда много молодежи. Он рубит тексты, почему мы пацаны его любили. Это просто прямая конкретика. Как-то не знаю объяснить. И также любую сферу взять. Спортивную, лирическую. Там конкретно постоянно присутствует нерв Высоцкого. Понимаете? Постоянно присутствует. Вот, например, я вам полкуплета. Прощание с горами, в суету городов и в потоке машин. Возвращаемся мы, просто некуда деться. Но спускаемся вниз с покоренных вершин. Виктория Алексеева, Вячеслав Шаркунов, Сургут Интерновости. Больше новостей есть на нашем сайте indefisnews.ru. Оставайтесь с нами, вы всегда будете в центре событий. До свидания. 28 сентября в Сургуте тот самый Радислав Гондопас с уникальным тренингом. Эмоциональный интеллект начинает и выигрывает. Запишитесь на новый тренинг Радислава Гондопаса, чтобы понять, как эмоции влияют на ваш успех и подчинить их себе. Звони 55 55 18. Подробная информация на сайте тренингового центра «Практикум». Югра Медиа. Компания по производству видео. Презентационных, рекламных роликов. Корпоративных и свадебных фильмов. Югра Медиа. Сделай свой фильм вместе с нами. Телефон 665-3-2. 665-3-2. Большой ассортимент мебели для дома и офиса. По низким ценам и с хорошими скидками. Вся мебель в наличии. Евроофис. Улица Островского, 26. Восток ФМ. Только сочные хитры. Восток ФМ. Реклама в кино – это удобно. Реклама в кино – это выгодно. Рекламу в кино увидит ваша аудитория. Ваша реклама в кинотеатрах Сургута и Когалыма. Закажите сейчас по телефону в Сургуте. 55-00-55. 55-00-55. Возможно, именно ваш клиент сейчас собирается в кино. 4D-омоложение – новый европейский стандарт лазерного омоложения без повреждения кожи. Безболезненно, без уколов, без реабилитации. Восстановление собственных резервов кожи за один час. Результат на два года. Косметология будущего Голдберг. Этот ролик не совсем реклама. Мы просто хотим, чтобы вы посмотрели на красивые дома, детские площадки и наш чудесный парк. Мы – это жители новых малоэтажек в поселке Дорожный. Только в эфире ЛАВ-Радио. Доброе утро! Утренние красавцы Курочкин и Соколов помогут тебе проснуться с удовольствием. Каждый будний день с 7 до 11 утра. Включай ЛАВ-Радио. ЛАВ-Радио. Сегодня днем в Сыргуте и окрестностях облачно с прояснениями. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду порывистый. Температура плюс 24, плюс 29. В домашнем погребке акция. На три товара в чеке скидка 10%. Действует дисконт. В магазинах «Домашний погребок» скидка 10% на три товара в одном чеке плюс дисконт. В течение дня солнечная активность умеренная, геомагнитное поле неустойчивое. Атмосферное давление составит 744 миллиметра ртутного столба будет падать. Велосипед для малышки, скейтборд для сынишки, а может самокат? Ваш ребенок будет рад. Летний транспорт для самых маленьких в «Карапузе». Всегда радостные покупки для детей в магазинах «Карапуз». Достойное качество по выгодным ценам. Я желаю вам удачного дня и до встречи! Субтитры создавал DimaTorzok